Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Решил начитать книгу про очень известного в свое время Николая Николаевича Неплюева. Вот это одна из книг первая, трудов его, изданных уже. Вот эта фотография, в середине как раз он сидит, а это его ученики, последователи. Она называется «Беседы о братстве» Николай Неплюев. «Путь веры. Голос верующего мирянина по поводу предстоящего собора». Что это за человек, и как он жил, что он созидал, о чем эта книга, это сейчас я прочитаю в предисловии. Также вот тут есть фотография отдельно его, постараюсь вам сейчас показать. Вот он сидит. Это православный мирянин. Как он говорил, у меня есть талант. Это богатство, которое мне Господь дал. Преображенское Сотружество Малых Православных Братств. Межрегиональная общественная организация. Культурно-просветительский центр преображения. Москва, 2010 год. На обложке, то есть вот это, на заглавной обложке, Николай Николаевич Неплюев с воспитанниками Воздвиженской мужской сельскохозяйственной школы, 1889 год. Неплюев Николай Николаевич. «Путь веры. Голос верующего мирянина по поводу предстоящего собора». В настоящем сборник серии «Беседы о братстве» Вошли два сочинения широко известного на рубеже 19-20 веков Православного христианского деятеля Николая Николаевича Неплюева С 1851 года рождения по 1908 год. Это год смерти его. «Путь веры. Голос верующего мирянина по поводу предстоящего собора». Тексты печатаются по прижизненным изданиям произведений Николая Николаевича Неплюева. «Все тексты приведены в соответствии с нормами современного русского литературного языка при сохранении их авторской стилистики». 256 страниц эта книга. Также вот здесь вот содержание. Вот оно содержание. «Предисловие. Путь веры. Потом вместо предисловия первое – мое понимание христианского мировоззрения. Второе – мое понимание христианской этики. Третье – мое понимание уклада жизни по вере, действующей любовью. Четвертое – опыт жизни нашего трудового братства. Пятое – что может сделать для России и Российской Православной Церкви предстоящий собор. Шестое – нравственные обязанности духовенства и мирян в деле духовного возрождения России. Седьмое – Всероссийское братство и союз людей доброй воли. И голос верующего мирянина по поводу предстоящего собора. Предисловие. Представляем вниманию читателей первую книгу из серии «Беседы о братстве», которая включила в себя два сочинения широко известного на рубеже XIX-XX веков православного христианского деятеля Николая Николаевича Неплюева с 1851 по 1908 год. Путь веры и голос верующего мирянина по поводу предстоящего собора. Сегодня имя Николая Николаевича Неплюева, которое в советский период истории нашей страны оказалось забвением, начинает к нам возвращаться. Его труды вновь обретают актуальное звучание, а опыт, созданный им в Черниговской губернии Крестовозвиженского православного трудового братства, востребован теми, кто ищет подлинно евангельских оснований для своей жизни. Будучи наследником аристократического рода, Николай Николаевич Неплюев имел все возможности для устройства в этом мире по своему усмотрению. Однако он отказался от светской карьеры, как он сам писал в своих сочинениях ради несения креста братской жизни, с воспитанными и просвещенными им в христианстве крестьянскими детьми. В 1885 году Неплюев открыл мужскую сельскохозяйственную школу, а в 1889 году из нескольких первых его выпускников родилась община, давшая начало братству, которая с каждым выпуском школы пополнялась новыми членами. Членами братства стали сестры Николая Николаевича Неплюева, одна из них Мария Николаевна Уманец, 1853 по 1930 года, была попечительницей, открывшейся в 1891 году женской сельскохозяйственной школы. Другая Ольга Николаевна Неплюева с 1859 по 1944 года взяла на себя попечение Айампольской младшей школе, подготовительной к обучению в сельскохозяйственной школе. Мать всех троих Неплюевых Александра Николаевна, урожденная баронесса Шлимпенбах с 1827 по 1917 год, тоже вступила в братство. Становление братства было отмечено серьезными трудностями, прежде всего внутреннего характера. Не всем членам братства оказалось по силам сознательное воцерковление жизни. В течение нескольких лет братство переживало кризис, пик которого пришел на Страстную Седмицу и Пасху 1900 года, когда несколько человек с большим скандалом его покинули. Однако благодаря пережитому кризису братство осознало важность границ во взаимоотношениях друг с другом и с окружающим обществом. В нем прояснились вопросы старшинства, углубилась духовная жизнь, из кризиса братство вышло окрепшим в любви и церковности. Как любое значимое явление, крестовоздвиженское братство вызывало широкий резонанс в церкви и обществе. Его посещало много желающих познакомиться с новым опытом жизни. Неплюев рассказывал о братстве в России и за рубежом. Его приглашали читать лекции Московской и Санкт-Петербургской духовной академии, Орловское епархиальное училище и другие. В прессе регулярно появлялись отзывы о братстве, содержавшие как положительную, так и отрицательную оценку его деятельности. Не вдавая в содержание критики, отметим лишь, что отношение к братству со стороны официальных государственных и церковных структур было неоднозначным. Принципиально важно отметить при этом, что братство никогда не изменяло русской православной церкви, хотя часто вместо поддержки сталкивалось с открытой недоброжелательностью со стороны ее иерархов. Николай Николаевич Неплюев писал, «Несмотря на то, что мы и во внешней культе остаемся вполне православными и пользуемся всяким случаем явно выражать наше уважение к духовному сану, представители духовного ведомства слишком часто выражают недоброжелательное чувство к нам и делу нашему, как нежелательную в жизни церкви вредному новшеству, слишком часто оскорбляет нас и истолковывает в самом дурном смысле всякое слово и всякий шаг наш. Охотно веря самым позорным, возмутительным клеветам, порождаемым недомыслием и злонамеренностью, не защищая это новое для многих непонятное дело, а напротив, старательно сея к нему недоверие и недоброжелательность». Кавычки закрыты. Вместе с тем у братства всегда было много сторонников и друзей. Так, посетивший братство с 4 по 8 августа 1900 года, в дни ежегодно выпускного акта школы, чиновник особых поручений при обер-прокуроре Священного Синода В.М. Скворцов за свидетельство. «Вот истинно православная христианская жизнь». О творческом наследии Николая Николаевича Неплюева, профессор Киевской духовной академии, основатель журнала «Христианская мысль» В.И. экземплярский писал. «По цельности впечатления, свежести мыслей, верности откровенной истине сочинения Николая Николаевича Неплюева могут быть поставлены наряду с сочинениями также выдающихся мыслителей, как А.С. Хомяков и В.С. Соловьев. «Думается, что наступит то время, когда наша официальная богословская критика сумеет отрешиться от своего сословного и школьного самолюбия и признает великую заслугу Николая Николаевича Неплюева перед русской богословской литературой». Кавычки закрыты. «В литературном богословском наследии Николая Николаевича Неплюева открывается глубина и сила мысли религиозного мыслителя и богослова, воздействие, которое на читателя не утрачено и в наши дни. Возможно, самое главное в его творчестве то, что все его сочинения не только воспевают христианское братство, но и рождены в животворной братской среде. Поэтому читатель, взяв в руки книгу его трудов, знакомится не только с мыслью духовно одаренного человека, но и видит стоящий за ней опыт жизни. Это позволяет доверять прочитанному, хотя, может быть, и не во всем с ним соглашаясь. Статья Николая Николаевича Неплюева «Голос верующего мирянина» по поводу предстоящего собора впервые была издана в 1906 году в журнале «Труды Киевской Духовной Академии». А затем напечатана отдельной брошюрой. В начале XX века многие церковные деятели и представители интеллигенции отмечали необходимость перемен в жизни церкви. Однако единого понимания того, какими должны быть эти перемены и как они должны происходить, не было. Поэтому начало XX века – время широких дискуссий на эту тему. В статье «Голос верующего мирянина» по поводу предстоящего собора Николай Николаевич Неплюев предлагает свою программу оздоровления церковной жизни для рассмотрения ее по местным соборам Православной Российской Церкви. Под общим названием «Путь веры» объединен цикл лекций, прочитанных Николаем Николаевичем Неплюевым перед преподавателями и студентами Московской Духовной Академии с 25 по 31 января 1907 года. Лекции были опубликованы в 1908 году в пятом томе собрания сочинения Неплюева. Здесь он изложил свое понимание жизни по вере и видение обязанностей духовенства и мирян в деле духовного возрождения России. Он подробно рассказал о деле всей своей жизни в крестовозвиженском трудовом братстве, уделив также значительное внимание вопросам готовящегося по местному собору. Кавычки отрыты. Есть такие исторические моменты, когда молчание равносильно изменит Богу и правде Его, пособничеству злу. Россия переживает именно такой момент. Собор обязан громко исповедовать забытую Россией попранную и правду Божию, если не хочет попасть сам под осуждение главы церкви. Кавычки закрыты. Действительно, сколько надежд возлагалось верующими на церковный собор, открытие которого в начале 20 века они так ждали. В церкви и обществе шла широкая дискуссия по вопросам внутрицерковных преобразований, отмечена высоким уровнем богословской мысли, глубокой диалогичностью, приверженностью ее участников церковной традиции. Если бы император Николай II не посчитал в начале 20 века созыв собора неблагодовременным, кто знает, возможно, история нашей страны была бы другой. Но, как известно, история не терпит сослагательного наклонения. Поместный собор начал свою работу в августе 1917 года, когда до Октябрьского переворота оставалось всего два с небольшим месяцем. Не со всеми положениями статей, Николая Николаевича Неплюева, можно согласиться. Его представление о христианском государстве во главе с императором, который обеспечивает православность своей империи, но не использует церковь как послушный инструмент в своих руках, представляется утопическим. Слишком уж разнятся цели государства и церкви. Трудно разделить и положительное отношение Неплюева к смертной казни. После трагической истории 20 века это уже невозможно. Тем не менее, нельзя не согласиться с ним в том, что самое главное, чтобы мы, чадо русской православной церкви и жизнь наша, стали бесконечно больше достоянием Божьим, чем были до сих пор. Для этого необходимо совершенно иное отношение к Богу и к правде Его. Не реформаторская ломка, а именно иное отношение душ живых к Богу живому, живых клеток приходов к живому организму церкви, иное отношение к тем же догматам, к тем же образам, к тем же постам, к той же обрядности. В 2010 году по 2011 годах в серии беседы о братстве планируется переиздать отчеты о религиозно-нравственной жизни с момента основания братства по 1901 год, включительно отдельные документы устава крестовозвиженского трудового братства, руководящие правила жизни, братские обеты, а также другие прижизненные издания братства, которые до настоящего времени не переиздавались. Наталья Игнатович. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, аллилуйя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова